Меня зовут Татьяна Грибачева и мы с вами продолжаем знакомство с техникой квилинга. Сегодня мы сделаем вот такую работу. Для работы нам понадобится основа полоски 3 миллиметра, бумага ханди, плотная и тонкая, ножницы, пинцет, проволочка тонкая, шило, вот такие молды для придания формы и клей ПВА. Итак, приступим. Начнем нашу работу с выполнения вот этого элемента вишни. Для этого нам понадобятся полоски 3 миллиметра, 5 штук. Наша задача склеить эти полоски не переворачивая. Для этого мы вот так вот кладем перед собой упаковку, отрываем одну полосу, кладем ее, отрываем вторую, не переворачиваем. Вот так вот и склеиваем две полоски вместе. Теперь нам нужно скрутить диск. Так же, как мы крутили гофрокартон. Крутим на шило. Обязательно должна остаться дырочка для того, чтобы вклеить потом проволоку туда. Наша задача крутить равномерно, не подтягивая полоску. Ни слабо и ни туго. Конец подклеиваем и делаем вторую точно такую же деталь. Теперь нам нужно придать им форму. Для этого будем использовать вот такие молды. нижнюю часть в боковку. Вот так вот. А потом... Они позволяют нам достаточно ровно лесенок выдвинуть деталь. А теперь нам нужно серединку чуть-чуть продавить вниз. Это как раз будет место, куда будет вставляться веточка, на которой она растет. Вот у нас получается вот такая ягодка. Так, теперь нужно, чтобы зафиксировать форму, промазать изнутри ПВА. Нанесли клей и вот так ровно все намажем, размажем. Оставим сохнуть. Нам понадобится такая бумажка Ханди. Отрезаем отсюда небольшой кусочек. Так, достаточно вот такого. Нам понадобится проволочка. Я уже как-то отрезала. И клей-карандаш. Проклеиваем нашу бумагу Ханди, клеиваем карандашом. Очень тщательно укладываем проволоку. И верхней частью закрываем. Аккуратно все ее проглаживаем. Оглаживаем, лишнюю проволоку отрежем, когда у нас деталь высохла. Мы вырезаем либо по шаблону, либо на глаз лист. Получился такой листочек. Теперь берем пинцет и делаем на нем прожилки. Вот у нас центральная прожилка. Мы таким вот образом кладем пинцет. Зажимаем его большим указательным пальцем. И в пальцах пинцет поворачиваем на 90 градусов. Вот что получилось. Сдвигаем его чуть-чуть, делаем вторую прожилку. И так далее до конца листа. Получился вот такой, почти как натуральный лист. Теперь его ножку нужно обмотать тонкой бумажкой. Вот такой. Отрезаем небольшую полоску толщиной примерно здесь 5 мм. Промазываем ее немного клеем. Клея прям совсем чуть-чуть. И вот так наискосок подклеиваем вот таким образом эту полоску. И начинаем обматывать. Теперь нам нужно сделать коричневую ветку. И потом на ветку уже будем все собирать. Для этого мы возьмем вот такие две проволочки. Ну, для большей жесткости. И возьмем обычную салфетку бумажную. И для толщины обмотаем проволоку сначала салфеткой, а потом уже коричневой бумагой ханги. То же самое. Вот так наискосок подклеиваем полоску. Вот у нас получилась вот такая ветка. Наши детали вишенки высохли. Теперь мы должны их соединить вместе. Поэтому по краю вот так вот наносим немного клея. И таким образом их соединяем. А теперь стык заклеим полоской. Так, вот получилась наша... Так, нам нужно туда вклеить ветку. Для этого веточку мы тоже возьмем полоску вот такой вот зеленой ханги. И обклеим ее. Так, и теперь... Мы сделали все заготовки. Две вишни, четыре листочка и веточка, на которые сейчас будем все собирать. Так, возьмем коричневую бумагу ханги. Отрежем полоску небольшую. И постепенно будем присоединять... Сейчас отрежем лишние листочки. Вот так вот кладем. Теперь подсоединим две вишни. Ну и теперь приклеим ее на фон. Вот, клей наносим вот сюда. Не обязательно полностью промазывать, достаточно вот в двух местах ее подклеить. Вот такая вишня у нас получилась. Спасибо, что вы были с нами на наших мастер-классах. Я надеюсь, что вам очень понравился этот вид творчества, и вы продолжите им заниматься. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok